Добрый вечер, господа! Большое спасибо всем, кто пришел сегодня на наш плод, чтобы нас услышать и увидеть. Сент-Экзюпери когда-то сказал, самое дорогое, что мы можем подарить друг другу, это роскошь человеческого общения. Именно она объединяет наши сердца. Улыбнитесь друг другу и себе. Создайте внутреннюю улыбку, и это будет первый шаг к вашему сердцу. Откройте его, загляните в него. Там находится ключ к нашему счастью. Не забывайте об аплодисментах, потому что они нужны тоже для вашего здоровья. У нас на ладонях вся аккультура. Это как внутренний массаж органов. Хлопайте. Вы помните, в Древнем Риме был лозунг хлеба и зрелищ. Хлеба нам сейчас всем хватает, а зрелищ маловато. Так вот, вы в правильном месте, господа. Я очень рада, что вы к нам пришли, и я надеюсь, что концерт будет замечательным. Эпиграфом к нашему концерту такой будет. Улыбайтесь, господа. Улыбайтесь, и с вами будет улыбаться весь мир. А плакать вы будете в одиночку. У нас недавно прошел праздник Пури. И я бы хотела как бы отдать должное. Он же состоит из двух частей. И я хочу уделить внимание второй части, этому веселому карнавалу. Потому что это относится ко всем нам. Пури, пури, кого пури, маму, папу или себя, или веселый праздник пури. Убегаем от себя, убегаем, чтобы вернуться и опять прийти домой. Можно в жизни обмануться, но нельзя играть с собой. Среди масок и веселья, увлечения игрой, Развеселое похмелье, вышибает ум порой. Игры взрослых интересные, все же бывает до поры. Пока правила известны увлекательной игры. Только в жизни столько правил. Так легко зайти в тупик. Как бы ты судьбой не правил, Счастье длится только миг. Надо очень осторожно в игры взрослые играть, Потому что невозможно только радость получать, А дарить и излучать. Это вот довольно сложно. Ну а в пуре мы борим. Возвращаемся к истокам. Восхищаемся востоком. И судьбу благодарим. Аплодисменты, пожалуйста. Аплодисменты, пожалуйста. Аплодисменты, пожалуйста. Вот. И у нас, конечно, Я сразу прочитаю. Во-первых, что такое 8 марта? Это предвестник весны. И я все-таки прочитаю это стихотворение, Потому что мы по традиции, Мы привыкли, что март – это весна, Это радость, это любовь. 8 марта. И нам снова не до сна. Пора завтра, А в душе любовь, Затор, весна. Как связаны между собой мгновения. А поцелуй весны. В нем таинство и чудо возрождения. И мы в него погружены. И чувствуем свое преображение. А наша женственность, Она в том колдовстве меняет краски. Короче, к нам идет весна. Приходит время новой сказки. Аплодисменты.